Здравствуйте! Изучаем подраздел «Основы геоинформатики». Тема урока «Визуализация географических данных». Цель урока – по результатам анализа статистических данных составлять карта диаграммы. Визуализация географических данных – это совокупность необходимых и эффективных методов и приемов наблюдения, дающих оптимальный анализ данных с помощью компьютерной технологии на основе изучения цифровой информации и географических явлений. Визуализация данных – это представление данных в виде, который обеспечивает наиболее эффективную работу человека по их изучению. Какие ресурсы необходимы для визуализации географических данных и как их нужно использовать? Для визуализации широко применяют рельефные карты, цифровые анимации, объемные изображения, диаграммы в 2D и 3D измерениях. При показе в телепередачах метеорологических показателей прогноза погоды, движения небесных тел, поверхностного движения океанов постоянно используются технологии визуализации. Самыми значительными методами визуализации статистических сведений являются методы картограммы и картодиаграммы. Сегодня мы с вами познакомимся с методом картодиаграммы. Метод картодиаграммы – изображение, созданное при помощи диаграммных фигур, суммарной величины какого-либо статистического показателя в пределах каждой единицы административного деления. Диаграммы даются в виде геометрических форм – квадрата, круга, треугольника. Например, на карте диаграмме «Угольная промышленность Казахстана» объем добычи угля в год показан геометрической фигурой – квадратом. Добыча каменного угля в год показана черным квадратом. Добыча каменного угля в перспективе показан цвет с серым квадратом. Добыча бурого угля в год показана коричневым квадратом. Добыча бурого угля в перспективе показана светло-коричневым квадратом. Геометрическая фигура квадрат также использована на карто-диаграмме угледобывающей области Казахстана, где мы видим наибольшую добычу угля, характерную для Павлодарской области. Также широко используются столбчатые диаграммы. В столбчатой диаграмме каждая миллиметровая высота соответствует определенному цифровому показателю. На карте «Сбор риса» над каждым столбиком показано число волового сбора риса в год. В легенде карты приводятся столбики всех размеров с указанием для каждой из них абсолютного среднего показателя. Пример карта-диаграммы с формой круга. Выработка электроэнергии по странам мира, где мы также видим. В легенде карты приводятся круговые диаграммы всех размеров с указанием для каждой из них абсолютного среднего показателя. Значимость карты-диаграммы заключается в том, что она дает конкретную и полную информацию. Цель нашего урока сегодня – научиться составлять карты-диаграммы по результатам анализа статистических данных. Используя данные таблицы, постройте карты-диаграмму поголовья крупного рогатого скота по регионам Казахстана. Строим столбчатую карты-диаграмму. Сначала выбираем масштаб. 1 мм столбика нашей карты-диаграммы будет соответствовать 100 000 голов КРС. Тогда, соответственно, в Западном Казахстане 1 млн 213 тысяч голов скота. Это будет соответствовать 12 мм столбика. В Северном Казахстане 1 млн 696 тысяч голов скота. Это будет соответствовать 17 мм столбика. В Восточном Казахстане 969 тысяч голов скота. Это будет соответствовать 9,7 мм столбика. В Центральном Казахстане 550 тысяч голов скота. Соответственно, 5,5 мм столбика. В Южном Казахстане 2 млн 792 тысячи голов скота. Что соответствует 27,9 мм столбика. Строим карта-диаграмму. Копируем контурную карту Казахстана. Затем выполните команду «Вставить». В появившемся меню выберите «Фигуры». Из фигур выбираем прямоугольник. Установите курсор на нужную область и нарисуйте прямоугольник. Высоту прямоугольника установите в соответствии с масштабом, то есть 12 мм. Ширина у всех прямоугольников у нас будет одинаковая. Заливку для всех прямоугольников выбираем тоже одинаковую. На карта-диаграмме диаграммные фигуры, изображающие величины исследуемого показателя, разносятся по всей карте в соответствии с тем регионом, который они представляют. В легенде карты приводятся диаграммы всех размеров с указанием для каждой из них абсолютного среднего показателя для группы. В нашем случае оговорено, что единица площади диаграммы 1 мм столбика соответствует 100 000 голов скота. Теперь построим карта-диаграмму с использованием геометрической фигуры круг. Также копируем контурную карту Казахстана. Выполните команду «Вставить». В появившемся меню выберите «Фигуры». Из фигур выбираем «Овал». Установите курсор на нужную область и нарисуйте овал. Высота и ширина овала должна соответствовать масштабу. В Западном Казахстане это у нас 12 мм. То есть диаметр, точнее высота и ширина овала будут 12 мм. Одинаковая высота и ширина овала нам нужны для того, чтобы получить круг. Заливку выбираем для всех одинаковую. И опять разносим геометрические фигуры по всей карте в соответствии с тем регионом, который они представляют. Вот такой круг у нас получится для Западного Казахстана. Вот такой круг для Северного Казахстана. Восточный Казахстан. Простите, Центральный Казахстан. Восточный Казахстан. Южный Казахстан. И в легенде карты мы также указываем, что 1 мм диаметра соответствует 100 тысячам голов скота. Теперь строим карта-диаграмму поголовья КРС по регионам Казахстана, используя геометрическую фигуру квадрат. Опять копируем контурную карту Казахстана. Выполните команду «Вставить». В появившемся меню выберите фигуры. Из фигур выбираем прямоугольник. Установите курсор на нужную область и нарисуйте прямоугольник. Высоту и ширину прямоугольника установите одинаковую в соответствии с масштабом. Высоту и ширину прямоугольника устанавливаем одинаковую, потому что мы должны построить квадрат. Заливку выбираем для всех одинаковую. На карте-диаграмме квадрат, изображающий величины исследуемого показателя, то есть поголовья КРС, разносится по всей карте в соответствии с тем регионом, который они представляют. Западный Казахстан, Северный Казахстан, Центральный Казахстан, Восточный и Южный Казахстан. В легенде карты приводятся диаграммы всех размеров с указанием для каждой из них, абсолютного среднего показателя для группы, или, как в нашем случае, может быть оговорено, что единица площади диаграммы, в данном случае 1 квадратный миллиметр, соответствует 100 тысячам голов скота. По карта-диаграмме нельзя определить, где именно размещено то ли иное производство. Все отнесено к стране, области или региону. Зато легко и предельно наглядно можно сравнивать между собой области, регионы, страны. В этом заключается преимущество карты-диаграммы. Мы с вами строили карты-диаграммы, показывающие поголовье крупного рогатого скота по регионам Казахстана. И по нашей карты-диаграмме очень наглядно и легко сравнить между собой регионы. Мы видим наибольшие поголовье скота в Южном Казахстане, наименьшее в Центральном Казахстане. Задание. Используя данные таблицы, постройте карту-диаграмму площадь зерновых культур по регионам Казахстана. Попробуйте выполнить это задание самостоятельно. Домашние задания. Параграф номер 10, страница 38-40. Удачи вам в выполнении задания. До свидания.